Селета на Гомельщине плануется высадить около 20 тысяч древ. Зараз эти планы, реализованные, прикладно, на 40%. Свою кладу огульную справу унесли и супрацовники областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сиротя. Тема озеленения региона в материале наших корреспондентов. Еще одна аллея червоных дубов высаджена в Гомельском микрорайоне «Хутор». В общем, ранее такие древи уже использовались для декоративного упрыгоживания населенных пунктов у Гомельской области. Али не вельми массово. Цепер относины до червоного дуба переглядзели. Йон саправды упрыгоживая городы, яго листья падают только на приконцы осени, а желуды мают вельми привабный выгляд. Конкретно гэты осаженцы не были у Быховским лязгасе. Мясовы уже практически усе выкористаны, а план по озеленению выконывать необходимо. В этом году запланирована высадка порядка 20 тысяч деревьев. Это в населенных пунктах в основном будет высажено, с тем, чтобы обеспечить доведение нормативы озелененности всех населенных пунктов Гомельской области. На сегодняшний день у нас уже высажено более 8 тысяч деревьев. Лидером здесь является город Гомель, в котором высажено более 6 тысяч деревьев. Все летнее задание по озеленению тем больше реальное, что и оно значительно меньше летошнего. Калина Гомельшине высадили каля 160 тысяч рослин. Иншая справа, что часка с их загинула. Особливо гэта тычыцца древ весенней посадки. Адмовный уплыв тады оказал протяглы засушливый период. А таму зараз у планы по озеленению несли коррективы. Перш за усёг гэта тычыцца постоянного полива насаджэнняв. Мы сделали определенные выводы. Теперь более ответственно подошли к выбору посадочного материала. А также заранее было организовано, разработаны графики полива деревьев, разработаны, проработаны источники забора воды и лица ответственные, которые будут этим заниматься. На сегодняшний день, в принципе, вопросов с поливом у нас не стоит. Несмотря на погоду, ждём, конечно, засушливое лето, но вместе с тем я уверен, что мы справимся.